СТРАСТИ ПО СИМНИКУ Почему покупать продукты стало делом затратным? На сколько еще процентов подскачут ценники? И с чем это связано? Мы знаем и расскажем. Праздник к нам приходит. В Наринмаре отгремела губернаторская елка. Сельские поселения готовятся к новогодним торжествам. География праздника. И не только. Не пропустите. Финишная прямая очередной недели. В ближайшие полчаса я и мои коллеги вспомним о самых важных событиях минувших 7 дней. А также расскажем то, чего не рассказывал никто. В студии Олег Хатанзейский. Здравствуйте. Начнем нашу программу с настоящей драмы, которая произошла в конце недели. Наринмарские водители буквально штурмом взяли недостроенный зимник. Согласно официальному документу администрации Ненецкого округа, сотрудники ДПС никого не пускали на дорогу, соединяющую регион с так называемой Большой землей. Были выставлены посты, на трассе они джурили круглосуточно, но в пятницу случилось то, чего все боялись больше всего. Авторюбители прорвали оцепление и уехали в сторону Коми. По недостроенному зимнику проехались как легковые, так и грузовые машины. А ведь водителей предупреждали, делать этого не стоит. Во-первых, для собственной жизни крайне опасно. Во-вторых, проехав по неготовой трассе, сейчас в дальнейшем по ней не смогут двигаться остальные. Простыми словами, дорогу просто разобьют. Так и случилось. Эксклюзивные кадры в следующем репортаже. 15-й километр региональной трассы Нарин-Марусинск. Здесь круглосуточно дежурит пост ДПС. Инспекторы предупреждают водителей о том, что выезд на зимник пока официально запрещен. Кто-то понимает это с первого раза, разворачивается и уезжает. Кто-то уверенно ждет, надеется, что его пропустят. Один из таких Владимир. Автолюбитель направляется в Рыбинск. Хочет там встретить Новый год. Пока назад, но буду стоять, пока уезжать не буду. Время еще терпит, так подождем. Затем начальник ГИБДД по Ненецкому округу. Мы едем с ним в одной машине, дает команду своим подчиненным. Движемся до 76-го километра начала зимника. Автолюбители, замечая, что патруль уезжает, направляются вслед за ними. Надеясь, что им удастся попасть на закрытую трассу. 77-й километр начала зимника Нарин-Марусинск. То самое место. Уже видно, что трактора отработали, они сделали свое дело. Сгребли снег в одну кучу, чтобы дорогу сравнять. Но, по сути, по ней пока еще ездить нельзя. Почему? Скажу простым языком. Необходимо, чтобы ее полили холодной водой, и она сцепилась. Как раз погода сейчас это позволяет. На улице почти что минус 30. Так вот, после того, как дорога сцепится, по ней тогда уже можно будет спокойно ездить. И КамАЗом, и легковым автомобилем. Но водители не предпочитают этого ждать, и выезжают на зимник раньше времени. Сейчас вот видно прекрасно, что ничего еще не сделано пока. Ехать рано. Ехать рано, и это еще мягкий снег. То есть его необходимо теперь укреплять, проливать, и после этого по нему уже открывать движение. Через буквально час на 76-м километре собираются почти десятки машин. Легковые и грузовые. Водители спорят с инспекторами, даже бронятых. Утверждают, что официальный запрет администрации округа им нипочем и намерены любой цены уехать по недостроенному зимнику на большую землю. При этом не думая о печальных последствиях для других. Ведь, проехав сейчас, дорога сразу же придет в негодность, и остальные водители, желающие по ней уехать, не смогут этого сделать. Говорят, какой-то есть приказ 655-й, ссылаются, что сопрещен выезд. Но вообще как? Это на самом деле плохо отражается для вас? Нет, ну а как для нас отражается, если мы хотим Новый год у родителей встретить, нам вот ехать, ну, минимум трое суток, а то и четверо суток. Если мы сегодня не уедем, то Новый год дороги будем встречать. Вот и все. Я здесь встану, буду ждать. Еды набрал, у меня на три дня еды, воды, печка, одежда теплая, все есть. Тем временем в сторону нас уверенно двигаются рабочие на спецтехнике. Они заливают дорогу и сразу же ее укатывают. Осталось всего несколько десятков километров. И винить строителей в задержке возведения зимника неправильно. Они здесь ни при чем. Все дело в погоде матушки. Теплые дни не позволяли оперативно заливать трассу. Но водители, кажется, этого не понимают и ждать официального разрешения на выезд не хотят. Раз вы едете, значит, вы по сути за себя отвечаете, что все будет хорошо. Ну что, я проеду, вот здесь, 100%. Я даже предлагаю, я могу вдоль дороги ехать. На этой машине. Пересы скучаю и поеду. Несколько часов ожидания, а затем происходит непредвиденное. Вдали сквозь падающий снег виднеется свет от фар. Со стороны коми по зимнику в Наринмар движется машина. Водители, которые собрались на трассе, вне понимания. Мол, как так? Им можно, а нам нельзя. А потом водитель добавил, но уже не на камеру. На участке, где дорога еще не залита, без помощи КАМАЗа не проехал бы. Впрочем, Наринмарских автолодельцев это не останавливает. Невзирая на официальный запрет на присутствие инспектора в ГИБДД в лице начальника, водители рассаживаются по своим машинам и прорываются на высокой скорости на нестроенный зимник. Ну все, наши наринмарские водители не выдержали. И несмотря на запреты, поехали дальше. Вот они уезжают в республику Коми. Через несколько сотен метров несколько машин сразу же садятся в сугроб. Приехали, называется. Что ж, теперь из-за действий этих водителей, которые наплевали на запрет, будут страдать другие. Дорожникам, вероятнее всего, по новой придется заливать поврежденные от колес железных коней, снежное полотно и сроки сдачи зимника. Вполне могут сдвинуться на неопределенный срок. Ну что ж, здесь больше комментировать, по сути, нечего. Вы все сами сейчас видели, наринмарские водители, которые шли в сторону республики Коми, несмотря на запреты, поехали дальше. Ну, я напомню, все произошло после того, как со стороны республики Коми приехали два автомобиля, с той стороны пускают, а вот с наринмара пока что официального документа на въезд на зимник не было. Но, несмотря на это, наринмарские водители продолжили свое движение. Что с ними будет дальше, где нету связи, где нету помощи, неизвестно. В общем, поехали, так сказать, на свой страх и риск. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. И вот буквально только что поступила информация. По самым последним данным регионального управления строительства и ЖКХ, зимник официально еще закрыт, но легковые машины уже вполне способны без трудности его преодолеть. Строители завершили заливку полотна. Говорить о тяжелой технике пока рано. Вероятнее всего, выехать на дорогу они смогут только в понедельник. Подрядчик заявил, зимник откроют 29 декабря. И еще наряд ДПС прекратил дежурство на трассе Наринмар-Усинск. Значит, зимник проходим для легковых автомобилей. Тем не менее, заявленная дата ввода зимника – это понедельник, заявленный представителями подрядной организации Уракуила «Транстрой». Теперь к другим темам. На этой неделе депутаты фракции «Единая Россия» Ольга Каменева и Виктор Кмит встретились с преподавателями школы поселка Искателей, чтобы понять, какие проблемы волнуют учителей в году уходящим, а заодно рассказать им же о нововведениях. Их, кстати, немалые, все они важные, которые заработают уже с 2015 года. Подробности далее. С 1 января 2015 года все образовательные учреждения Заполярного района и поселка Искатели перейдут в ведение округа. А это ни много ни мало – 23 школы, 21 дошкольное учреждение, 8 школ детсадов, 3 детских учреждения в поселке Искателей. В бюджете на 2015 год уже предусмотрены все расходы на образование. Это более 5 миллиардов рублей. На образование пошли большие деньги, поэтому надеемся, что будут построены и школы, начаты. Есть школы, которые должны достроить, есть которые, как наше начало строительства и так далее. В планах начать строительство школы уже в 2015 году. Как отметили депутаты, из загружного бюджета не убрана ни одна социальная льгота. Наоборот, все социальные выплаты и надбавки учтены в полном объеме и даже увеличены. Один из последних примеров – надбавка педагогам школ и детских садов за классное руководство ведения групп. На эти расходы выделено более 50 миллионов рублей из расчета полторы тысячи на человека с учетом районных и климатических надбавок. Оставили работникам образование компенсации за наем жилья. Сегодня эту выплату получают те педагоги, которые не имеют собственных квадратных метров. Ее размер составляет от 15 до 20 тысяч рублей. В школе-поселке Искатели сегодня ей пользуются 6 человек. Такая социальная поддержка помогла привлечь несколько учителей. Вот только в законе указан срок предоставления льготы – 3 года. Возникает вопрос, что если учитель не работает 4 года и не получит жилья, и не сможет приобретить, то есть он эту льготу потеряет. Но это может привести к оттоку специалистов из школы. Я думаю, что этот вопрос нужно немножко подрегулировать, что не только на 3 года, но до получения специализированного жилья. Или решение даже жилищного вопроса. Этот вопрос депутаты обещали решить, а также рассмотреть возможность компенсации услуг ЖКХ работникам образования и введения нового маршрута ученического автобуса к микрорайону Билджи в Тиманскую. Теперь к не менее важной теме – теме ЖКХ. В среду в прямом эфире наш телеканал показал программу «Октуальное интервью». Ее гостем должна была стать мэр города Татьяна Федорова, но ввиду своей занятости она не смогла прийти к нам в студию. Однако моя коллега Мария Владимирова провести программу решила без нее. За полчаса вещания в эфир от населения региона поступило около 10 вопросов. Большинство затрагивали больнейшую тему всего Наринмара – это недобросовестные управляющие компании. Один из таких задали жители авиатров 12. Проблема серьезная. Только представьте, в доме не вычищали выгребную яму несколько лет. Запах в квартирах просто невыносимый. Вот только жаль, что эти ароматы не передать через телевизор. Коммунальщикам было бы очень, кстати, их прочувствовать. Говорят, помогает. Вот, ну это еще зима только идет, как говорится. Вот это вот второй этаж, да? Да, второй этаж. Уже все забито. На уровне пола. Показывать такое, конечно, неприлично, но уж лучше, чем видеть все это вживую. Да еще и ощущать соответствующие ароматы. Врагу не пожелаешь. А вот жители авиатров 12 живут так несколько лет. И хотя сами местные, кажется, уже привыкли, то перед людьми, которые приходят в гости, все равно становится стыдно. Очень стыдно перед людьми. Думают, мол, что это я до того довел, что ли, получается. Ну так каждый год, да, по сути? Да уже ходит, это лет пять уже такое состояние. И управляющая компания совершенно не реагирует? Нет. Чуя, правильно. Денежка идет. Они светут и пахнут. Они светут, а мы пахли. Правильно? Сами люди уже и не помнят, сколько именно лет управляющая компания не вычищала выгребные ямы. Все нечистоты хранятся под домом. Из-за этого заметно покосился фундамент, полы буквально провалились, а с наступлением теплых дней по стенам стекает содержимое туалетов. Для местных такая картина теперь вполне привычная. В доме все чаще стали поговаривать о коллективной закупке противогазов. Шутят, конечно, но без улыбок на лице. Впрочем, еще бы. Из-за того, что под ветхим строением образовалось болото из нечистот, здание теперь медленно, но верно идет на дно. Вот последствия. Это какой-то парадокс. Если посмотреть внимательно, то за последние несколько лет дверь значительно уменьшилась. Здесь минус 2 сантиметра, здесь минус 1. Дверная кропка садится, поэтому этой меры не избежать. Хозяин квартиры шутит. Через несколько лет дверь и вовсе можно будет подпиливать сантиметров так на 10. Витхое здание 73-го года постройки обслуживает управляющая компания служба заказчиков. Правда, скорее обслуживает только под документом. На деле полное бездействие. На жалобы жильцов у коммунальщиков ответ всегда один. Приедем, почистим. Едут уже несколько лет. Однако нам, управляющей компанией, заявили сразу, предприятие обанкротилось и денег на обслуживание дома больше нет. Ну, управляющую компанию куда-нибудь переходить. Потому что денег не выделяют. Я сначала думал людей нанять, но это денег очень, как бы, около 40 тысяч, наверное, на чистку. Впрочем, за оправдание не годится. Служба заказчиков, несмотря на трудные финансовые времена, обязана найти средства и выполнить свою же работу. Вычистить выгребные ямы. Пока они обслуживают дом, они его обязаны исполнять, эти обязательства. Они должны в соответствии с законом исполнять свои обязательства до окончания договора. Потому что иначе я могу взять денег и там через неделю обанкротиться, обвинуться. Это не означает, что они не исполняют свои обязательства. Обязаны. Если же коммунальщики и дальше будут бездействовать обитателям дома, следует написать коллективное заявление в жилищную инспекцию. Тогда управляющую компанию обязуют выполнить необходимые работы. Ведь люди, к слову, в казну службы заказчиков исправно каждый месяц вносят коммунальные платежи. Как-то несправедливо. Кстати, вот вам парадокс. Многие коммунальщики не выполняют должным образом своих обязательств. И это ни для кого не секрет. Тем не менее, стоимость их услуг растет каждый год. Следующий тоже не исключение. Заводу газ и электричество в 2015 году будем платить на 9% больше. Об этом сообщает интернет-издание Rambler. Электричество подорожает меньше, примерно на 8,5%. А вот газ на 7,5%. Заводу россиянам в следующем году придется платить больше почти на 11%. При этом подчеркивают в Министерстве строительства и ЖКХ России социальная поддержка граждан, которые не в состоянии платить в полном объеме за услуги ЖКХ, сохранится и далее. Кстати, по данным Росстата, с начала 2014 года цены на жилищно-коммунальные услуги в стране выросли почти на 7%. Подорожают в следующем году и продукты питания. Об этом сообщает российская газета. Росцен коснется не только импорта, но и товаров российского производства. Сейчас розничные сети распродают запасы и прогнозируют повышение ценников на продукты в первой половине следующего года сразу на 15%. Впрочем, по мнению специалистов Ассоциации компании розничной торговли, прогноз может корректироваться с учетом изменений стоимости рубля. Чтобы не допустить необоснованного повышения цен по указу Министерства промышленности и торговли России, в каждом регионе страны уже три месяца ведется мониторинг рынка продовольствия. Министерством определенный перечень продовольственных товаров. Всего 40 видов. Это соль, сахар, чай, мясо, рыба, молочная продукция, свежие овощи и фрукты. В Ненецком округе мониторинг осуществляется ежедневно. Репортаж Ирины Цепетовой. Макаронные изделия, лук репчатый, морковь, яйцо столовое, свежие огурцы и помидоры. Это список продуктов, на которые сегодня в регионе, по данным ежедневного мониторинга управления АПК и торговли, наблюдается незначительный рост цен. За период мониторинга резкого и необоснованного скачка в регионе не наблюдалось. Небольшое повышение стоимости продуктов питания специалисты связывают с изменением вида транспортной доставки. К примеру, цена за один килограмм груза по маршруту Архангельск-Наринмар 67 рублей. По маршруту Санкт-Петербург-Наринмар доходит до 75 рублей. Как мы знаем, основным фактом, оказывающим влияние на рост потребительских цен в нашем регионе, это является изменение стоимости транспортных расходов в зависимости от вида транспортной доставки в Орг. Сегодняшний день – это только авиадоставка, поэтому цены у нас еще немножко растут. Авиадоставка – это большие транспортные расходы плюс повышение закупочной стоимости продуктов на большой земле. Все это и влечет рост цен на продукты в местных магазинах. Понимают такую нехитрую математику и жители округа. Только от этого не легче. Зарплата 25 тысяч, а яйца 120 рублей. Это стоит 70, как не будет видеть. Как вы считаете, подорожали продукты? И заметно. На что? А на все. На все продукты, на любые. Затешь хоть на рыбу, хоть на мясо, хоть на яблоки, на фрукты, ну на все. Конечно, подорожали антимонопольную. Звоним, дозвониться. С той недели не можем. Яблоки откуда они? Золотые привозят, что ли? Поднялись. Яйца 112 рублей. Мясное, да. Мясное наше. Да, наше производство. Подорожали. Я сейчас связываюсь с тем, что все привозится с самолетом. И это как бы сезонное такое. Пойдет зимник, и мне кажется, что будет дешевле продуктов. Для сдерживания цен на продукцию, производимую на территории Нинецкого округа, за счет средств окружного бюджета, производители получают поддержку. Поэтому с 1 января 2015 года однозначно не повысятся цены на мясную продукцию, клепи молоко, копченую и соленую рыбу. Кстати, что касается местной мясной продукции, с 15 октября текущего года мясокомбинат поднял цены на 8,2%. Это связано с подорожанием сырья, которые производитель привозит с большой земли. Это свинина, свиношпик и говядина. Естественно, повышение подсказалось на продукцию, которую мы производили в 2014 году. А у нас продукция достаточно сырьеемкая. 60% всех затрат составляет стоимость сырья. Естественно, любое колебание, даже незначительное, оно влияет на стоимость нашей продукции. Поэтому, сколь могли, столь тянули. А вот 15 октября мы подняли цены на 8,2% в среднем. И зафиксировали наиболее социально значимые виды продукции. Жители округа, конечно, ощутили скачок цен на мясную продукцию. Но не стоит забывать про те 7 видов мясопродуктов, цены на которые остаются стабильными с июля 2013 года. Это колбаса вареная бандарская, второй сорт, колбаса полукопченая тиманская, сосиски печерские, фарш олени натуральный. Мясо олени на первый сорт, первая категория. Мясо олени на второй сорт, первая категория. Субпродукты олени первой категории. Чтобы держать руку на пульсе и реагировать на колебания цен в рознице, глава региона Игорь Кошин распорядился создать штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменения цен на продовольственном рынке. Первое заседание штаба уже состоялось. Обсуждали проблемы в области торговли, цены и прогнозируемый рост. В начале декабря заместитель губернатора Владимир Бланк провел совещание с представителями сетевых торговых точек по вопросам образования цен на продовольственные товары. На встрече присутствовали руководители и представители управления АПК и торговли, Наринмарского городского потребительского общества и торгового дома «Хороший». В ходе встречи представители сетевых торговых точек рассказали, как обстоят дела с завозом, какие есть проблемы, а главное предложение по обеспечению города необходимым перечнем продуктов питания. Основная трудность всего бизнеса общества – это транспортировка. В период распутицы продукты с большой земли в Наринмар завозят только самолетами. Отсюда и высокие розничные цены. Поэтому в ближайшее время будут проведены переговоры по привлечению в округ дополнительных грузовых авиаперевозчиков с целью снижения тарифов на транспортировку и, соответственно, увеличения объемов поставки продовольствия. Как отметил заместитель губернатора Владимир Бланк, по итогам встречи будет выработан механизм взаимодействия власти и бизнеса с тем, чтобы в будущем сдержать цены на основные товары потребительской корзины и обеспечить продовольственную безопасность региона. Теперь о приятном. В Наринмаре отгремела губернаторская елка. Для большинства школьников и студентов, причем не только из столицы региона, но и из населенных пунктов, она, пожалуй, стала самой главной и важной. Попасть на представление хотели любой ценой. Шли даже те, у кого приглашения не было. Ведь, казалось бы, ребята уже слишком взрослые для новогоднего праздника, где водят хороводы и зажигают елку. Но не тут-то было. Организаторам в этом году удалось по-особому заинтересовать молодого зрителя. Надежда Литкова расскажет, как именно. Сегодня вы не только увидите и не только услышите, но станете непосредственными участниками предновогоднего шоу. Самый Новый год! Ваши аплодисменты! В детско-юношеском центре «Лидер» собрались лучшие из лучших отличники учебы, спортсмены и артисты. Длинные платья, высокие каблуки, праздничный макияж. Девушки готовились к вечеринке тщательно. Молодые люди не остались в старании. Большинство из них предпочли классические костюмы повседневному образу. Организаторы подготовили для них необычное шоу. Сегодняшний вечер. Он сам есть один сплошной изюм, потому что подобного еще для старшеклассников не проводилось. Ну, на моей память, по крайней мере. И сегодня это будет такая вечеринка для старшеклассников. Ученик школы-поселка Искателей Пайраф Майнусов получил приглашение на елку за отличную учебу и победу в Олимпиадах. Предновогодний праздник для него – хорошая возможность встретить друзей из других школ. Елки, в принципе, это что-то хорошо. Она интересна. Но мне кажется, что мы уже вышли из этого возраста. Но все равно интересно это познавать. Студенты приглашались по тому же принципу активиста и отличники. Велена Брагина уверяет – самая запоминающаяся для нее елка прошла именно в «Лидере». В этом году студентка три сессии сдала на одни пятерки и вновь оказалась на празднике. У нас очень многие студенты хотели попасть на эту елку, но так как только отличников брали, и всего 17 человек, и у нас не хватило места. Вечеринка так заинтересовала молодежь, что попасть на нее решались любым способом, даже те ребята, которые не получили пригласительный билет. Я очень хотел сюда попасть, и у меня как бы не было приглашения, но меня пропустили, и вот я здесь. Гости праздника на время забыли, что елка – развлечение для малышей. Активно приняли участие в конкурсах, хороводах и танцах. Ребята как с детства рассказывали стихи, стоя на стуле. Весело смеялись над фотографиями и с удовольствием подпевали знаменитым хитам, которые исполнили участники эстрадно-инструментальной студии Current Process. Олимпийская символика, сказочные сюжеты, фантазийные существа. Ледовая архитектура набирает популярность во всем мире. Лучшие мастера показывают свои работы на всевозможных фестивалях и конкурсах. Три таких специалиста приехали в Наринмар, чтобы сделать новогоднее настроение горожан по-настоящему праздничным. Моя коллега Валентина Чебичек уверяет, удалось ей слово. Сегодня на главной площади округа из новогодних украшений не только красавица-елка и горка для детей, но и самое настоящее произведение архитектуры. Буквально за шесть дней напротив здания КДЦ вырос самый настоящий зимний дворец. Сорок кубов озерного льда, три мастера из Санкт-Петербурга, причем каждый из них член Союза скульпторов. Немного усердства, фантазии и новогодний подарок для Наринмарцев готов. Ледовая скульптура – не точная копия Эрмитажа, но сходство с одним из самых ярких символов северной столицы очевидно. Фасад с характерными колоннами и окнами, скульптура над карнизом по периметру здания и узнаваемый шпиль. Мы сами разрабатывали эскиз, потому что здание сложное и доля условности довольно велика. И, конечно, приходилось там какие-то элементы убирать и приводить это все к некому виду, который сейчас это сооружение имеет. Материал для огромного дворца использовали местный. Огромные кубы озерного льда распиливали на кубики 50 на 50 сантиметров. Из таких кирпичиков и возводили здание. По словам скульпторов, погода в эти дни способствовала их работе. Цементом в ледовом строительстве служит вода, которая хорошо скрепляет детали даже при небольшом минусе. Натуральный лед – материал очень крепкий. Повредить его может только плюсовая температура и человеческое любопытство. И, конечно, он необычайно красив. Один раз попробовав работать со льдом, конечно, ты влюбляешься в этот материал. Он удивительный. И мы как скульпторы все-таки смотрим на него. И он какую-то сказочность придает изделию. Сказочность ледяному дворцу придаст и подсветка. После завершения работы ее установят у подножия здания. Так что новогоднее настроение жителям и гостям города будет обеспечено. Полным ходом к предстоящему Новому году идет подготовка и в сельских поселениях региона. Вот, например, в Бугрино уже прибыл главный символ праздника – двухметровая елка. Ее доставили специально из Наринмара по воздуху. Наш корреспондент Александр Усачев побывал в поселке и узнал, как жители Колгуева готовятся к Новому году. Новая елка разместится в танцевальном зале Дома культуры, где полным ходом идет подготовка к новогодним мероприятиям. Здесь уже наглажены костюмы сказочных героев, украшается зал, проверяются гирлянды, готовятся елочные украшения, идут репетиции утренников и вечеров отдыха. У нас где-то 26 числа будет проходить новогодний утренник школьный и 31 декабря будет новогоднее театрализованное представление для взрослых. Будет проходить новогодняя лотерея, это у нас традиционное мероприятие для всего населения, радость выиграть какой-то приз. В детском саду малыши учатся водить хороводы, рассказывать стихи Деду Морозу и загадывать загадки Снегурочки. И по традиции сами готовят новогодние украшения для елочки, но пока вместе с родителями. Меня попросили в садике сделать для сына, вместе с сыном, изделие, которое будет вешаться на новогоднюю елочку. Новогодняя игрушка сделана из нехитрого материала, основой которой стал компакт-диск и жестяной флакон. А вот овечка и цифры 2015 вырезаны из кости моржа, найденной на берегу моря. Такая ценная игрушка украсит любую елку. Сюрпризов в новогодние каникулы ждут и школьники. Разумеется, не только ждут, но и сами для себя стараются. В группах продленного дня идет кропотливая работа. Елочные гирлянды, разноцветные фонарики украсят школьные классы. А еще ученики мечтают о будущем и уже загадывают желания. Мы с вами сейчас немножко помечтаем. Скажите мне, пожалуйста, что бы вам хотелось, чтобы в Бугрино у вас было здесь? В Бугрино. Потом и скейтер. А, здесь все было тепло. Да. Не были большие, сколько бы. Как в Анапе. Как известно, под Новый год желания исполняются. Нужно только очень захотеть. Александр Усачев, телеканал «Север», остров Колгуев. Кстати, уже известно, как и во сколько в столице региона пройдут праздничные гуляния в новогоднюю ночь, до которой остались буквально считанные дни. Традиционно организаторы всего праздничного представления, по-другому и не скажешь, городской дом культуры. На сцене под открытым небом перед горожанами снова выступят различные персонажи, артисты и музыканты, которые обязательно вовлекут вас в какой-нибудь увлекательный конкурс. В общем, скучать точно не придется. Алена Валей скажет, почему. Как правило, празднование Нового года начинается в полночь. По мнению организаторов, в половине второго жители окружной столицы успеют насладиться праздничным застольем в кругу семьи и родных. После этого можно отправляться на площадь Марацей, где и развернется праздничное гуляние. Первые полтора часа у нас будет идти астрадный концерт с интерактивом. И последующие два часа – это новогодняя дискотека, также с творческими номерами, потанцовками различными, хореографическими номерами. Поэтому я думаю, что будет достаточно зажигательно, интересно, и будет масса интересных конкурсов. Для того, чтобы все живающие смогли в эту ночь побывать на центральной площади, будет работать общественный транспорт. Начнется движение автобусов в час 20 от остановки автотранспортного предприятия. В поселок Искателей автобус прибудет в час 30, а на площадь Ленина в два часа ночи. Интервал движения автобусов раз в час. Последний рейс отправится из Искателей в 5.30 до остановки АТП. Стоимость проезда составит 25 и 35 рублей, как и на дневных рейсах. По аналогии прошлого года, у нас после завершения расписания, после 12 часов, автобусы будут ходить один раз в час. От площади Ленина до поселка Искателей. Естественно, проезд будет платный, будут кондуктора, то есть льгот на ночных рейсах не будет. Во время массового ночного гуляния порядок и безопасность будут контролировать сотрудники МЧС и управления МВД по Ненецкому округу. Поэтому всем отдыхающим стоит прихватить с собой только хорошее настроение. «Светить всегда, светить везде» – вот лозунг «Их». Профессиональный праздник – День энергетика в начале этой недели отметили на одном из старейших предприятий округа – Наринмарская электростанция. За успехи в работе высокие показатели передовикам производства были вручены благодарственные письма главы региона Игоря Кошина. Ни для кого не секрет, что успех любого предприятия зависит от его работников. Так и Наринмарская электростанция. За 55 лет своего развития из маломощной дизельной станции превратилась в крупное современное предприятие, удовлетворяющее потребностям стремительно развивающегося заполярного региона, благодаря его главному ресурсу – энергетикам. Сегодня на электростанции трудится более 160 человек. Безусловно, основной упор всей деятельности предприятия – это все-таки умение, опыт коллектива. Без этого никакого производства, в принципе, да, и эксплуатации не возможно. Поэтому основной упор, конечно, мы ставим на персонал. Мне действительно нравится это предприятие, очень сплоченный дружный коллектив. И самое главное – цели, цели и задачи предприятия, они очень достойны. Беспребойное снабжение электрической энергии – главная задача предприятия. Сегодня она полностью обеспечивает потребителей города Наринмара, поселка Искатели, села Тельвийска и поселка Красное. За последние годы электростанция не переставала модернизироваться. Новое оборудование, технологии и, конечно, постоянное обучение персонала. Безусловно, электростанция – одно из наиболее перспективных предприятий. То есть без каких-то других объектов или производств город жить может. Без электроэнергии ни одно производство, ни от чего жить, скажем так, не может. Скорее всего, это очень большой потенциал предприятия и очень, скажем так, большие перспективы. В честь профессионального праздника передовикам производства вручили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства предприятия и администрации округа. Это были главные события минувшей недели. По крайней мере, мы их увидели такими. До встречи и с наступающим Новым годом. Оставайтесь на севере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова